Кассета 1. Солб православной церкви, Иоанн Кронштадтский, всенародно чтимый пастырь и праведник. Даже в аристократических домах, где обыкновенно все основано на тонких светских условностях, отец Иоанн своим присутствием всех безразличия возраста и положений соединял в одну семью. Был такой случай. Одно занимающее видное положение в обществе в лицо, пригласив почтенного пастыря, забыла все светские условности и поспешила на кухню, чтобы позвать прислугу на общую молитву. Так велика была объединяющая сила духа в отце Иоанне. Нередко, когда он по роскошной лестнице спускался из богатых палат где-нибудь в Швейцарской, его улавливала бедная работница или угловая жилица с заднего двора. И он, не колеблясь немало, спускался к ней, утешал, молился, даже разделял скромные куски после того, что только что окончены роскошные трапезы среди блестящего общества, а затем, оказав материальную помощь, уходил. Явившись в один из многолюдных домов Петербурга, отец Иоанн по бесконечной доброте своей не мог отказать никому из его обитателей в посещение. И случалось, что, проходив по такому дому несколько часов, он слишком поздно приходил, наконец, к тому крупному аристократу, который заранее приглашал его в этот дом. Пароходы, отходящие из Санкт-Петербурга в Кронштадт, всегда бывали переполнены богомольцами всевозможных званий и профессий. Кого только здесь не было. Вот как описывал это один верующий пассажир, ездивший во время ООНа в Кронштадт за благословением и наставлением к дорогому батюшке. Публика была очень интересна по своему составу. В ней, кажется, были представители всех сословий и званий. И она зову лишь только некоторых из них. Вот группа студентов одной академии. Один из них уже кончил курс, другие еще учатся. Вот ученый-профессор химии Горного института, написавший несколько сочинений по своей специальности. Даже на немецком языке едет тоже в Кронштадт и тоже к отцу Иоанну. Что это такое? Не обман ли зрение? Каким образом попал сюда человек из той среды ученых, из которых многие уже давно твердят всем, что в мире, кроме материи, ничего нет? С полной уверенностью они говорят, Бога, конечно, не существует, религия вздор. Вот вам телескопы и микроскопы, укажите вы нам Бога, душу человека, загробный мир. Как я после узнал, господин профессор целых пятнадцать лет действительно не хотел ничего и слышать о Боге, душе человека, ее бессмертии. Его в это время вполне удовлетворяли атомы, микроорганизмы и тому подобные тонкие существа. В погоне за ними он даже лишился одного своего глаза во время одного своего опыта. Целых пятнадцать лет он жил в полной свободе, как подсказывал ему его разум, омраченный неверием. И к чему же пришел этот человек? Он не мог вынести этого неестественного положения. Сама природа стала ему говорить, что оно ненормально. Он стал чувствовать пустоту в своей жизни. Он наконец понял, что человек одарен не одним холодным рассудком, живет не одними только исключительно учеными интересами. Он имеет еще сердце и волю, имеет непреодолимые и религиозные, и нравственные запросы и стремления. Полная и довольная жизнь возможна только тогда, когда удовлетворены те и другие. И вот по настоятельному требованию своей природы, прислушиваясь к голосу совести, он не выдерживает своего ложного положения. Жгучая, постоянная, неудовлетворительность всем окружающим заставляет его искать разрешение своих сомнений и приводит его к отцу Иоанну. Вот сидит довольно молодая дама, изящно одетая. Черты лица, движение, разговор — все обличает в ней аристократку. Она едет также к отцу Иоанну. Глядя на нее, невольно задумаешься. Что заставляет ее ехать на этот маленький бедный островок? Ведь, кажется, ничего не придумаешь, чтобы ей не доставало в жизни. Она живет в роскошном доме, напоминающем собой дворец. Там картины лучших русских и заграничных художников ласкают ее взор. Там собрано сочинение всех писателей русских иностранных. Ее слух услождают почти ежедневно звуки чудной волшебной музыки. Не слыша нигде грубой речи, ее взор не встречает грубых и уродливых безобразных манер. В ее доме собраны лучшие плоды труда человеческого, иногда многолетнего и упорного. И море, и суша, и глубины земные, и горы, и воздух принесли сюда свои богатые дары. Отовсюду собраны лучшие произведения людей и лучшие дары природы. Целый полк прислужников окружает ее, стараясь предупредить каждое самое малое ее желание. Для нее возможны все самые высшие и благородные развлечения. Для нее почти не существует ни времени, ни пространства. Деньги дают возможность посетить самый отдаленный уголок Земли. По телеграфу и по телефону разговаривают с тем, кто живет за сотни и тысячи верст. Словом, кажется, для нее нет ничего невозможного, но, несмотря на всю эту роскошь и богатство, она едет из своего угла этого как бы волшебного царства к отцу Иоанну. Очевидно, и великолепные палаты, и роскошь, и знатность не могут сохранить человека от сомнений, неудовлетворительности и печали. Недалеко от этой дамы сидел известный богатый купец, и он ехал к отцу Иоанну. Богатство сделало его маленьким князьком. Пред ним преклонялись сотни людей, восхваляли его в речах, газетах, исполняли каждое его малейшее желание. Его сила и влияние, кажется, не знали границ. Он был всюду принят. Не было ни одного удовольствия, которое было бы ему недоступно. Он не знает конца своим владением. Все испытал в своей жизни. Это новый Соломон. Соломон конца девятнадцатого века. И к всему же пришел он своим опытом. «Много денег у меня», — говорил он, — «много лесов, земли, лугов и всяких владений. Но ни на что мне не хочется смотреть. Тяжело мне. Днем и ночью гложет меня какая-то тоска. Я не знаю, что сейчас предпринять и куда деваться. Я заблудился и не знаю для себя никакого выхода. Я заблудился среди белого дня». «Да, среди белого дня», — повторил он. «Мне сказали, что отец Иоанн помогает многим. Вот я и еду к нему. Не поможет ли он и мне?» Таково чистосердечное признание богача, крупного землевладельца. Очевидное громадное богатство не спасает человека от скорби. Скорбь может пробраться и к богачу, опутать его с такой крепкой паутиной, что человек потеряет всякую возможность сам лично освободиться от нее. Палуба второго класса также была полна. Здесь были люди среднего сословия, крестьяне и бедняки. Замечательную картину представляли крестьяне. Одни из них с котомками за плечами, в худых лаптях, в плохой одежонке прошли сотни верст, перенесли все невзгоды продолжительного путешествия. Некоторые шли даже христовым именем в Кронштадт. Шли из Томска, Иркутска, Вятки, Смоленска. Что их влекло сюда? Все одно и то же желание – посмотреть, послушать великого пастыря и поучиться у него, как жить им по-божии. Вот и бедность не устраняет этих вопросов из души человека. Без преувеличения можно сказать, к отцу Иоанну ехал бедный и богатый, знатный и незнатный, ученый и неученый, аристократ и крестьянин. Тут были старые и малые, мужчины и женщины. Все, в большей части, ехали о чем-либо просить отца Иоанна. Одни – материальные помощи, другие – советы, третий – исцеление. Некоторые – принести ему благодарность за оказанную уже им ту или другую помощь. Когда отец Иоанн однажды выходил из фотографии, где по просьбе приезжих студентов в Духовной Академии снимался вместе с ними, то огромная толпа уже ожидала его на улице около фотографии и устремилась к дорогому батюшке за благословением. Все теснились к нему, ловили его руки, хватали его за полы рясы, в несколько голосов спрашивали его, другие о чем-то горячо молили. Все это – обычные картины, где появлялся отец Иоанн. Батюшка не только благословлял и подавал духовную милостыню бедным, страдальцам и мученикам жизни, но и многих наделял щедро-вещественной милостынью. Наконец усадили дорогого батюшки. Распахнули с ворота, сильная резвая лошадь быстро покатила пролетку. Долго провожали глазами великого праведника. За ним бежала пестрая толпа, окружая его коляску со всех сторон. Словно это была какая-то особая почетная стража. От быстрого бега убежавших болтали за плечами сумки, слетали шапки, платки, трепались волосы. Сначала многие ничуть не отставали от лошади, окружая по-прежнему коляску со всех сторон. Потом толпа начала редеть. Многие стали понемногу отставать и возвращаться обратно. Но было несколько таких скороходов, которые не отставали от лошади ни на один вершок. Отец сам скрылся от нас, окруженный этими своими, хотя уже немногими, но весьма усердными спутниками. Говорят, что такое усердие до слез трогает отца Иоанна, и он иногда останавливается среди дороги, чтобы обласкать бегущих за ним. Если бы он стал останавливаться везде и всюду, то и сотой части не посетил бы тех больных и несчастных, которые везде ожидают его. Не успел бы хотя бы по два, по три слова сказать тысячам людей, пришедших к нему отовсюду. Мне вспомнился в эти минуты невольно один рассказ. Один светский человек говорил одному архипастырю, что апостолы ходили пешком, а нынешние архипастыри ездят на четверне в кареты. Архипастырь остроумно заметил своему собеседнику, что тогда паста сама бежала за пастырями, а теперь ее и на четверне не догонишь. За отцом Иоанном и далеко не в первохристианские времена следовало столько народа, что он принужден был даже бежать от толпы на самой быстрой лошади, чтобы не быть взятым совершенно в плен. Везде и всегда он избегал всякого проявления благодарности, стараясь скрыться от разных депутаций и народных чествований. При виде встречающей его тысячной толпы он неоднократно говорил «Что мне с ними делать? Куда от них укрыться?» Пробовал отец Иоанн просить своих почитателей с церковной кафедры держать себя скромнее и не устраивать ему триумфов. В редких беседах с представителями печати он просто чуть не умолял их ни печатать о случаях исцеления его молитвами, вообще ни писать о его деятельности. Наконец придумал он разные потаенные входы и выходы, но все напрасно. Чем больше избегал он огласки популярности, тем больше его преследовали. В конце концов он взялся совершенно равнодушен ко всему окружающему и не замечал, кажется, что происходит вокруг. Затрут ли его толпой он будет стоять и ждать, пока кто-нибудь не освободит его, или сами осаждающие не сделаются снисходительнее. Встречают ли, провожают ли его, он раскланивается, терпеливо все выслушивает и, как посторонний свидетель, идет далее своей дорогою. Как прост, ласков и обходителен был отец Иоанн с бедняками, таковым же он являлся в богатых домах и в палатах становников, не нося в себе ни тени лицеприятия. Вообще для отца Иоанна все равны богатые и бедные, нарядные и оборванные, дающие и просящие, дворянин и мещанин. Всем им у отца Иоанна один почет, одно место. Чем больше человек прикован к земле и земным прихотям, тем меньше он найдет отклика в отце Иоанне. И наоборот, чем свободнее сердце человека от привязанности к тленным сокровищам, тем ближе и роднее оказывается он к кронштадтскому пастырю. Здесь есть какое-то родство душ, непонятное взаимное влечение, не поддающееся определению путем внешних наблюдений. Вот видите, например, двух стариков, стоящих перед батюшкой. Один миллионер, который сует в руку священника пачку ассигнации и приниженно кланяется, а другой, оборванный нищий, стоит, понурив свою седую голову. Первый рассыпается в комплиментах и любезностях по адресу батюшки, а второй молчит. Только слезы одна за другой катятся по морщинистым щекам. Между этими двумя стариками такая разница, что только здесь, у алтаря, они не могли сойтись вместе, стоять рядом. Один вращается в избранном обществе, его визиты принимает как редкое и ценное внимание, а другой, обитатель наслежных приютов, который даже при объяснениях с дворниками или сторожами почтительно снимает шапку. Тут они рядом. Миллионера шокирует это соседство. Он ждет, что отец Иоанн сейчас же его попросит в алтарь, предложит ему посетить его, отслужить молебен. Ведь он архиерея принимает в своих хоромах, а тут сделал честь скромному священнику. Сам первый к нему приехал, и вдруг, не изволь, стоять рядом с каким-то нищим оборванцем. Вот миллионер взял приятную улыбку, заметив, что батюшка достает из кармана просфору и приготовился благочестиво перекреститься. Но батюшка протянул руку с просфорой к нищему, положив левую руку ему на плечо, и ласково заговорил, «Ну-ка, милый, на-ка просфорку, ты где живешь? Как имя твое?» Миллионер краснеет, бледнеет. Он готов провалиться сквозь земли, его губы что-то шепчут, а ноги машинально пятятся. «Благословите, батюшка!» произносит он нерешительно. Но отец Иоанн увидел такого же оборванца, как первый, с которым он сейчас говорил, и спешит протянуть ему сложенную крестом руку. Отец Иоанн, обнимая в своем сердце любовью всех людей, как детей Отца Небесного, сияющего солнцем на добрых и злых, посылающего дочь на праведных и неправедных, не отказывал в своих горячих молитвах не только христианам других исповеданий, но даже евреям и магометанам. К нему однажды обратился татарин, у которого умирала жена. «Батюшка!» — говорил он. «Слышал я, что твой Бог сильнее нашего Аллаха. По твоей молитве у соседа поправился ребенок. Помолись за жену мою!» «Изволь, помолимся вместе!» Отец Иоанн опустился на колени и стал читать молитву. Татарин бил себя в грудь и повторял слова молитвы. Они молились около часа. И когда поднялись с колен, на глазах у татарина блестели слезы. «Ступай с миром домой!» — сказал ему отец Иоанн. По выздоровлению жены татарин со своей всей семьей принял православие. Из Ростова-на-Дону к отцу Иоанну Кронштадтскому обратилась письменно одна еврейка, которая более 12 лет страдала болью в ногах и пояснице. За эти 12 лет больная обращалась ко многим врачам, была в Харькове у профессоров. Но все было бесполезно, исцеление не последовало. И бедная женщина в течение долгих лет страдала, не получая ни от кого никакой помощи. Наконец, кто-то надоумил несчастную обратиться к отцу Иоанну и просить его помолиться за нее перед Господом Богом. Еврейка немедленно отправила письмо в Кронштадт, в коем просит отца Иоанна помолиться за нее, несмотря на то, что она еврейка. Так прошло недели две. И в последнее время больная стала чувствовать себя значительно лучше, а боль в ногах, по ее словам, совсем прекратилась. Понятно, когда это явление стало известно среди местных обывателей и знакомых, то это вызвало целую сенсацию. И, по примеру госпожи, к отцу Иоанну отправлены были еще письма от других больных. В городе Таганроге, по словам Приазовского края, много говорят о следующем случае. В одном еврейском семействе Б была тяжелобольная, на выздоровление которой врачи уже потеряли надежду. Когда больной сделал совсем плохо, врач, также еврей, на вопросы родных, нет ли каких-либо средств спасти больной, отвечал, что теперь одна надежда на отца Иоанна Кронштадтского, не придавая словам своим особенного значения. В тот же вечер, однако, была пост на телеграмму в Кронштадт к отцу Иоанну, с позием помолиться о выздоровлении больной. На следующее утро у последней появились признаки улучшения. Через три дня больная совершенно оправилась. Слава об отце Иоанне Ильиче Сергееве, про таиреи Кронштадтском, давно уже перешедшая пределы России, проникла даже в маловерующий Париж. Газета «Русский парижанин» сообщает следующий случай исцеления по молитвам отца Иоанна. Житель города Гавры, господин Куре, внезапно помешался и был помещен в дом умалишенных в Париже. Никакое лечение не помогало. Врачи, наконец, заявили о печаленной жене его, что ей следует оставить всякую надежду. Госпожа Куре как-то читала во французских газетах об отце Иоанне. И в отчаянии решила обратиться к нему. Она написала письмо, в котором просит батюшку помолиться за ее мужа. Вскоре последовал ответ за номером 689 от секретаря отца Сергеева, господина Костина. Этот ответ госпожа Куре принесла в редакцию русского парижанина с просьбой перевести. Он гласит, «Уведомляю вас, что батюшка передает вам пастырское свое благословение во имя Господне и молит безмерную благость Божию простереть милость свою на вас. Молитесь и уповайте на милосердие Пресвятой Богородицы. Просьбу вашу батюшка исполнил и собственноручно писал больному мужу вашему письмо, которое я отправил ему вместе с образком». Помянутое здесь письмо отца Иоанна было передано больному. Читать по-русски он, конечно, не мог. Но, тем не менее, в его состоянии скоро появилось улучшение. И через месяц врачи признали возможным выпустить его из больницы. И господин Куре вновь принялся за свои прежние занятия. А образок, присланный отцом Иоанном, он носит теперь постоянно на груди. Один из петербургских духовных журналов приводит любопытные доказательства славы отца Иоанна за границей. Ближайшим следствием этой популярности явилось более 200 писем, полученных отцом Иоанном весной 1895 года с разных концов мира. Из Франции, из разных государств, Германии, из Австрии, из Швеции, Испании, Португалии, Италии, Англии, Греции, и даже из далекой Америки, из столицы, из неизвестных городков, и даже деревень, слетались в Кронштадт письма на различных языках с просьбой о помощи духовной и материальной, о молитве за несчастных и болящих. Все письма, полученные отцом Иоанном из-за границы, можно разделить. Первая, большая часть, просьба помолиться об исцелении от различных болезней, просьба помолиться о внутреннем исправлении, об увеличении веры в людях, просьба молитвой или помощи материальной вывести из крайней нужды или содействовать осуществлению какого-нибудь предприятия, просьба дать совет или благословить на какой-нибудь новый жизненный шаг. Просьба ответить на вопросы религиозного характера и в благодарение за оказанную помощь и выражение чувств благоговение к отцу Иоанну. Девять. Наружность отца Иоанна. Многочисленные портреты и изображения отца Иоанна дают о нем хотя и правильное, правдивое, но не совсем точные представления. На портретах не уловлена та бесконечная любовь, какая светилась в глазах этого пастыря, то бодрое, даже радостное настроение, какое одухотворяло это лицо с улыбкой снисхождения и беспредельной терпимости. На одних карточках отец Иоанн изображался один. Вот он снят во весь тирос. Стоит бодро, твердо, лаской освещенное его кроткое, чистое, святое лицо. Глаза устремлены куда-то вдаль. Со стороны кажется, что как будто он идет куда-то с распростертыми руками спасать людей, готовый весь мир заключить в свои объятия. здесь он изображен сидящим. Голова склонилась немного на бок и опирается на руку. Выражение лица какое-то грустно, радостное, задумчивое. Кажется, глубокая дума о людях-страдальцах лежит у него на душе и придает его настроению оттенок святой грусти. На других фотографиях он снят не один. Вот он снят со своими родными сестрами, одетыми самое простое сельское платье. Головы их покрыты простыми платками. Все трое сидят на скамейке около своего родного дома в далекой отсюда суре. Бедные сестры, думали ли они когда-либо, что их брат такой же бедный, как и они, будут некогда так велики и известен, он велик и известен всюду и везде? Конечно, нет. Видна крепкая братская уверенность друг в друге. Нет никакой чопорности, надутости, все мило и просто. Чем-то необыкновенным, захватывающим душу и сердце веет от этой группы. Вот отец сиан снят со старушкой матерью, одетой так же весьма просто и повязанной в чепчике. Последнее время она жила в Кронштадте, здесь она и окончила дни своей жизни. Здесь же на кладбище погребена, над ее могилой теперь красуется великолепный памятник. Его создала нежная любовь сына к матери. Вот здесь он снят идущим в поле по своей родной земле. Там он сфотографирован в группах различных общественных деятелей, пожелавших сняться вместе с ним. Здесь отец сиан снят в момент его беседы с многочисленными толпами народа. На одной фотографии он изображен стоящим на балконе, а кругом внизу море голов. На другой его сняли стоящим в рубке волжского парохода. Пристань, набережные, лодки и всевозможные суда переполнены народом. Вот он молится, там благословляет, здесь разговаривает с народом. Далее на карточках изображались всевозможные виды родного края отца Иоанна. Старинная бедная церковь, новая церковь, созданная отцом Иоанном. Старый домик, в котором родился отец Иоанн. Поля, леса, луга, горы, где в детстве любил он гулять. Река издевающаяся лентой около суры. На одних карточках отец Иоанн снят в рост, на других в полурост, на третьих в профиль. Здесь он был снят с наградами, там без наград. Тут на нем были одни кресты, там другие. Здесь такие рясы, там иные. И все новое и новое, одна другой лучше и роскошнее. Одни изображали его еще довольно молодым, другие значительно постаревшим. Среди этой громадной и столь разнообразной коллекции всевозможных фотографий отца Иоанна были по размерам всякие, начиная от небольшой визитной и кончая столь громадными, что они по своей величине могли спорить с полотном довольно приличных размеров. Пересматривая в сотый раз все эти карточки и группы я, пишет В.М., не мог не обратить внимания на одно обстоятельство, весьма любопытное и замечательное. Не было, кажется, ни одной карточки в этом море карточек, на которой отец Иоанн был бы снят совершенно одинаково. Что ни карточка, то у него было иное выражение лица. По временам эта разница достигала таких размеров, что трудно было даже узнать отца Иоанна. Кому его не пришлось видеть, тот, несомненно, не узнал бы его здесь. Заинтересовавшись этим, мы спросили людей, близко знающих отца Иоанна, чем объясняется такое различие фотографий, изображающих одно и то же лицо. Оказывается, что мы подметили нечто весьма верное и характерное. Выражение лица отца Иоанна меняется часто, иногда с поразительной быстротой. Вот почему он и выходит на карточках столь различно. Отчасти это наблюдало за отцом Иоанном во время богослужения. Действительно, его лицо замечательно в эти минуты. Выражение часто-часто меняется, становясь то печально грустным, то скорбным, то радостным, дышащим силой и мощью. Иногда солнце заливая массой света землю, чудно играет своими золотыми лучами на зелени, цветах, деревьях, переливая всеми цветами радуги, нежно и поразительно разнообразно меняя свои тоны, сгущая и ослабляя свои краски. Что-то подобное можно было наблюдать и в лице отца Иоанна. Оно светилось каким-то необыкновенным светом, который то усиливался, то ослабевал, появлялся то в глазах, то на щеках. По моему мнению, эти карточки, столь разнообразно передающие черты отца Иоанна, имеют большое значение. Они же описывают нам истории его внутренней жизни, истории его духовного роста, радости и скорбей, его горячую молитву и искреннюю любовь, скорбь о грешном мире, смену настроений, вызываемых в нем окружающими его людьми. во время совершения богослужения вид стимула пастыря, сияющего благодатью Христа воскресшего и пламенным молительным чувством, облеченного в блестящую парчевую ризу, предающую его кроткому, точно юношескому лицу, какую-то неземную духовную красоту, чудодейственным образом влиял на душу каждого, невольно озаряя сердце умилительным сознанием святости переживаемого часа. И, напомненная восторгом душа, жаждала всецело погрузиться в эту совместную молитву с пастырем, жаждала по слову херувинской песни оставить всякое житейское попечение, унестись помыслами к Богу, устремиться всем существом своим туда, к алтарю, где молился с нами и за нас наш добрый пастырь и молитвенник. Вот как описывает наружность отца Иоанна один портоиерей, путешествовавший к знаменитому пастырю в Кронштадт в 1892 году. Под портретом отца Иоанна я представлял его себе более или менее физически крупным человеком. На самом же деле, когда я впервые увидел отца Иоанна в соборе, он показался мне вовсе небольшого роста человеком. Теперь, уже присмотревшись, все же нахожу его человеком среднего роста. Лицо его, хотя и худостялое, но приятное по правильности своего очертания, легкому румянцу, разлитому по щекам. А сколько добра светится в голубых глазах его. Немного русые волосы, головы. Писано в 1892 году, когда отец Иоанн был моложе. Редкие и короткие. Изредка отец Иоанн причесывает их и прямым пробором разделяет. Это я сам видел в соборе. Борода у отца Иоанна тоже не длинная и в середине начинает пробиваться седина. Походку отца Иоанна, как уже не раз приходилось описывать, быстрая, порывистая. Хотя, например, во время Великого Выхода со святыми дарами, отец Иоанн идет прямо, спокойно, твердой поступью, как будто каждый шаг отсчитывая. Нам достоверно известны случаи благотворно-обаятельного влияния, которое оказано на людей одно лицезрение светлого лика отца Иоанна Кронштадтского. Во всех странах, не только России, стало ведомо от чудотворной силы его молитв, и сия божественная сила, совершавшаяся через достойного служителя алтаря отца Иоанна, прославилась достоверно, стала известна бесчисленным людям и уже засвидетельствована в печати. Мы получили несколько известий, как благодатно действовал один вид прекрасного, вдохновенного лица кронштадтского батюшки. Нам писал один иерей, имевший счастье быть в сослужении с отцом Иоанном при недавней поездке его на север. Впервые я особенно почувствовал, как истинен, премудр, неоценимо прекрасен обряд православной церкви, в коем мы имеем неизгладимое, мало нами понимаемое и ценимое счастье принадлежать. При виде лица отца Иоанна я впервые убедился, как верно православная наша церковь изображает на святых иконах Божьих угодников с венчиком света вокруг лица их, сухих, изможденных постом с постоянными трудами, а наипаче внутренней болезни сердца, досточестную печалью о грехах своих общечеловеческих. Передаю вам верно и точно мое впечатление. Лицо отца Иоанна молниеносно, сияет лучезарно. Какой же это свет? Это свет благодати Духа Святого в нем живущего. Лучше всего можно понять значение этой молниеносности лица отца Иоанна, если сопоставить явление его с противоположным, с чем мы и все и каждый встречались в жизни ежедневной. Видели ли вы, как зеленеет лицо у завистливого, как чернеет у разворотившегося, как меркнет у тоскующего, как бледнеет у трусливого? Несомненно, эти отражения, строго соответствующие состояниям души, дают понятие о той таинственной кромешной тьме, о которой предупрежден ему во Святом Евангелии. Внутреннее мучительное состояние души, гневной, тоскующей, унывающей, боязвивой, малодушествующей, отражается на лице, которое и есть зеркало души. Таинственная кромешная тьма, овладевающая незримой для нас душою, дает о себе знать наружу, на лицо человека. И вот если сопоставить это явление определительно сами о себе говорящие с тем, что видим на зеркале души Отца Иоанна, то невольно утвердишься в истинах нашей святой веры. Когда мы отдаемся чувству искренней доброжелательности, великодушия, жалости, лица наши просветляются. У кротких, благородных, благих людей лица светлые. У Отца Иоанна все это, подмечаемое нами в ежедневной действительности, отразилось на лице в сугубой степени, сообразно великим мерам смирения, кротости, благости, терпения, трудолюбия, какие Он обрел в тяжких трудах своих, через непрестанную внутреннюю искреннюю молитву, которой мы и призваны, и без кое-невозможного спасения, через самоотверженную борьбу со страстями, сластолюбием, серебролюбием, славолюбием, без которой борьбы нельзя достичь бесстрастия, то есть цели всех христианских усилий. Другой Иерей нам пишет, из личных чудных впечатлений, которых следы не остыли во мне до ныне, получил я совершенные убеждения, что Отец Иоанн озарен благодатным светом. Не скажите, что эта уверенность поспешная, неумеренно восторженная, преувеличенная. Мы все призываемся Святой Церковью к ощущению от страстей для вселения в себя Духа Святого, то есть, чтобы мы ощутительно в себе имели Святого Духа. Что достигается? Во-первых, через чтение и смиренное изучение Слова Божия в Священном Писании, сохраненного до ныне, а в Святой Отечественских Творениях изъясненного определительно. Во-вторых, через молитву искреннюю, возможную лишь припостей воздержание чрева, слуха, зрения, равно как и всех чувств, от всего скверного, порывистого, страстного. В-третьих, через всякое искреннее доброделание, то есть, усердное исполнение евангельских заповедей в Духе истине, то есть, в правом истинном понимании его, Святой Церковью соблюденном и в-четвертых, через таинство и особенно таинство достойного приобщения тела и крови Христовых. Этими средствами мы все ощутительно можем вселить в себя Святого Духа, присутствие которого в нас воссеивает на лицах наших, как оно лучезарно сияет на лице кронштадтского праведника. Вот две выдержки из многих свидетельств, скопившихся в наших руках. Лучше всего сопоставить портрет отца Иоанна Кронштадтского светоча православия, пламенеющего очага молитвы чудотворной, великого христианина по неисчетным делам милосердия с портретом графа Льва Толстого, сгубившего своим мерзким лжеучением множество человеческих душ, из коих каждое Богу дороже целого мира. На портрете отца Иоанна видим ангельский лик, очи кроткие, пчело светлое, уста чистые, общее выражение лица неизъяснимо привлекательное. На портрете Льва Толстого видим пчело хмурое, покрытое как бы тучами, взор суровый, общую осанку гордыни. Но дай Господи всем спастись и избавиться муки вечной. Да будет воля Господня и слава Богу Вышних, но да будет мир на земле и в человеках благоволение, подражать отцу Иоанну и отвращаться от путей Льва Толстого. Десятое. Внешняя обстановка деятельности отца Иоанна. В Кронштадте на углу Андреевской и Посадской улиц стоит двухэтажный каменный старинной архитектуры дом, принадлежащий Андреевскому собору. Во втором этаже этого дома помещается скромная квартира уважаемого пастыря. Квартира эта поражает необыкновенной простотой своей обстановки, несмотря на то, что через руки ее хозяина проходили сотни тысяч рублей. Обстановка ее мало изменилась с тех пор, как лет пятьдесят тому назад поселился в ней отец Иоанн. Все в ней незатейливо и лишено всякого комфорта. Только особенно обилие книг в кабинете дает понятие о том, что обитатель его отдает должное умственной действительности. По смерти отца Иоанна комната его дома сохраняется приблизительно в том же виде, в каковом они были при жизни покойного пастыря. Вот кабинет, спальня. В переднем углу несколько образов, на песенном столе небольшой крест из стекла, евангелие, несколько книг духовного содержания, царские и великокняжеские фотографии с собственноручными подписями высочайших особ. У стола стоит кресло мягкой мебели, собственно, самое сидение довольно жесткое, на котором любил сидеть и на котором в бозе почил батюшка. Влево от стола небольшой шкаф и кровать, покрытая шелковым одеялом и подушками. Здесь, в этом простеньком помещении, преимущественно, и пребывал покойный, здесь он и молился. Хотя как-то чувствуется неподходяще для отца Иоанна приурочивать место его молитву. Его молитвенное настроение было постоянным, непрерывным, где бы он ни находился. Принимал отец Иоанн, являвшись к нему, по словам покойного его преемника протоирея Попова, почти исключительно в столовой, в гостиной же лишь некоторых лиц более высокого ранга. С раннего утра, когда Кронштадт еще погружен в глубокий сон, и улицы его пусты, перед этим домом толпится уже масса народа, ожидающего выхода отца Иоанна. А он еще с четырех часов утра, несмотря ни на какую погоду, прогуливается по двору и саду, тайно произнося обычные, положенные для готовящегося совершать литургию утренние молитвы. Наконец ворота дома обыкновенно закрытые отворяются, и нетерпеливая толпа наконец успокаивается. Среди ожидающих происходит волнение. Это выходит отец Иоанн. Все бросаются к нему на встречу, на перерыв стараясь подойти под его благословение, и чуть не сбивает с ног достатчимого пастыря, который, благословляя направо и налево со своей кроткой улыбкой, направляется к собору. А толпа сопровождая его растет и растет. По пути присоединяются к ней новые и новые группы народа. Подходя к собору, мы уже встречаем новую картину. Вдоль решетки соборного сада повеем сторонам от входа в собор чинными рядами стоят оборванцы обоего пола и всех возрастов числом обыкновенно от пятисот до семисот человек. Это армия отца Иоанна, как в шутку называют этих оборванцев кронштадтские жители. Это те самые бедняки посадские, среди которых с первых дней священства и начал свою благотворительную деятельность уважаемый пастырь. Начинается раздача милостыня. Отец Иоанн разделяет собравшихся на десятки и каждому каждую десятку вручает известную сумму для дележки между его десятком. Обыкновенно на долю каждого барванца приходится от пяти до десяти копеек. Иногда раздачу совершает не сам отец Иоанн, а поручает ее кому-нибудь из церковных сторожей. В это время начинает звонить к утренне. Кончив раздачу милостыня, отец Иоанн, сопровождаемый толпой, входит в собор. Начинается утренне. Совершает ли утреннее богослужение сам отец Иоанн или другой очередной священник? Пение и чтение полагаемых стихир и канона на клиросе он неизменно исполняет сам. Причем ни одной стихиры, ни одного канона не пропускается, как это зачастую делается в прочих церквах, а вычитывается все. Ясный, резкий голос отца Иоанна, задушевность и уверенность в читаемом, восторженность производит сильные впечатления, в особенности при чтении канона. Какое высокое богословие в наших воскресных и праздничных служениях, какая глубокая психология в наших богослужебных канонах на дни недели, на каждый день года, на праздники господские и богородичные и на дни святых. Читайте, слушайте, поучайтесь, говорит он в своем дневнике. И действительно надо сказать, что каноны православной церкви составлены святыми отцами с такой художественностью, такой глубиной богословской мудрости, что выразительное чтение действительно способно вызвать восторг духовный. А такое чтение, как у отца Иоанна, нужно отдать справедливость. Трудно где-либо услышать. Во время утренней соборе начинают получаться письма и телеграммы из Петербурга. С приглашением приехать и помолиться о больном или страждущем. Отец Иоанн несколько раз уходит в алтарь и тут же их прочитывает. Некоторые письма откладывает для справок при поездке и по прочтению других тут же перед Святым Престолом горячо молится. утренней обыкновенно оканчивается около семи с половиной часов утра. Начинается литургия. Очередной ли отец Иоанн или нет ранней литургии он совершает сам. Иногда впрочем он совершает богослужение или в Думской приписанной к собору церкви или в церкви дома трудолюбия. Литургии отец Иоанн совершает с особенным благоговением весь уходя внутрь себя как бы не сознавая ничего окружающего молится о недужных и скорбящих поют Херувинскую совершается великий выход по обычном входе священнослужащих в алтарь отец Иоанн сознавая всю важность наступающего момента обыкновенно наклоняясь над престолом проливает сердечные слезы покаяния. По предложении даров и по личным причащениях отец Иоанн сразу изменяется в глазах присутствующих. Лицо озаряется каким-то необыкновенным светом, оживляется и вся фигура его принимает особенно бодрый, полный жизни духа и силы вид. Благодать Христовая сила Божия в немощах его совершается. Во время литургии обыкновенно вынимается до нескольких сот просфор. По окончании литургии постоянно совершается молебен, во время которого снова подаются сотни записок о недужных. Как известно, христиане первых веков приобщались к святых тайн, если не ежедневно, то обязательно в каждый воскресный день. Памятуя это, отец Иоанн в первых дни священства стал приглашать и взрослых более частому покаянию и причащению, чем принято обыкновенно. Поэтому почти ежедневно после литургии ему приходится исповедовать и приобщать святых тайн много взрослых, в особенности приезжающих из Петербурга и других городов поговеть. В прежние годы, когда прежде было еще сравнительно немного, отец Иоанн после литургии всегда исповедовал несколько десятков человек поодиночке и затем приобщал святых тайн. В последнее же время приезжающих бывала такая масса, что при его разносторонней деятельности исповедовать поодиночке нет никакой возможности, а потому уважаемый пастырь вынужден прибегать по прочтению исповедных правил и назидательных поучений к общей исповеди и причащению. Исповедников и причастников бывает обыкновенно от 200 до 500 человек и более. По причащению исповедников отец Иоанн прочитывал вновь полученные телеграммы и массу просительных писем, в которых излагались различные нужды, начиная с заявлений о неимении средств на дорогу, на поездку в деревню и тому подобное. Потом выходил на омвон и начинал отделять просителей милостыней, сообразуясь с их нуждами. Иногда вручались довольно крупные суммы. Наконец в церкви все кончилось. Снова окруженной толпой, ожидающей выхода отца Иоанн, отец выходит на улицу, садится в приготовленный экипаж и не заезжая домой отправляется по молебнам, посещает больных и приезжих. Утомленные длинные церковные службы, заутренне начиналось четыре часа, за ней обедня, и отец Иоанн приобщал до двенадцати часов дня. Батюшка снова спешил на службу, но уже на другую, на службу ближнему. Ему некогда было отдохнуть, его ждали больные, обездоленные, странники. Он ездил по частым домам, по гостиницам, по больницам, по всем углам, где останавливались приезжие, желавшие его видеть. Одним он нес слово утешение, другим материальную помощь. Если из Петербурга не увезет куда-либо отца Иоанна на край света кто-либо, то он вернется домой опять лишь только в первом часу ночи. Так проходит день отца Иоанна. С раннего утра и до самой поздней ночи он все на людях и на ногах. Жизнь отца Иоанна не делится на общественную и частную, как у всех вообще людей. У него нет частной своей жизни. Он весь и всецело принадлежит народу. Генерал, инженер, ученый, оратор, министр, возвратившись домой, перестают быть генералом, ученым, оратором, министром. Каждый из них в это время отдается семье, знакомым, невинным развлечениям, часам отдыха. У отца Иоанна этого не случалось, говорят, в течение 35 лет ни разу. Возвращаясь домой после продолжительного и утомительного труда, он находит у себя множество народа, желающего его видеть, десятки новых неотложных приглашений, тысячи писем и просьб. У каждого из нас, имеющих свой уголок и домашний очаг, есть определенный час для подкрепления себя пищей. Имеет ли такое время отец Иоанн? Спрашивал я некоторых в Кронштадте. Говорят, завтракать или обедать он попадает в году, всего, может быть, несколько раз. Где же он обедает? Везде и нигде, всегда и можно сказать никогда. По причине множества посетителей он никогда не может назначить часа посещения и никогда почти не может попасть ни на какую вечерю. Поэтому ему приходится терпеливо довольствоваться малым. Там съесть что-либо из фруктов, здесь выпить стакан чая, тут скушает кусок булки или несколько штучек печенья. Нередко случается, что в течение целого дня ему не приходится подкрепиться надлежащим образом. Но он и не ищет этого, довольствоваться вполне тем немногим, что Бог пошлет ему там или здесь во время дня. Удивительно мало и спит отец Иоанн. Далеко даже не всегда 3-4 часа глубокой ночи в сутки всецело принадлежит отцу Иоанну. Весьма часто он проводит их в вагоне железной дороги, в карете, а иногда совершенно не спит. Какой гигантский труд! И этот труд ему приходится нести не в течение какого-либо одного дня или нескольких дней, а в течение целых месяцев, годов, десятилетий. Невольно мне вспомнились в эти минуты наши постоянные жалобы на нервы, недосыпание, недоедание, на пресловутое переутомление. Если бы каждый из нас так трудился, как трудится отец Иоанн, я не знаю, что было бы с нами, и каких бы историй еще не повыдумали бы мы свое оправдание и извинение. Может быть, некоторые от одного представления такого труда не выдержали и заболели бы. Говорят немало о чудесах отца Иоанна. По моему глубокому убеждению, уже одна эта многотрудная жизнь отца Иоанна сама по себе представляет собой величайшее чудо. Только человек благодатный может выносить в течение стольких лет такую массу непрерывного труда, напряжения, столь много всевозможных лишений. Нам приходилось нередко слышать упреки по адресу почтенного пастыря, даже в том, что он ездил в экипаже. Но стоило только говорившим это приехать в Кронштадт и взглянуть на обстановку окружающей отца Иоанна, впечатление получилось бы иное. Они увидели бы, что если бы он ходил пешком, то никогда не имел бы возможности удовлетворить ту массу требований, которые приносят ему с собой каждый новый день. Так как приезжих в Кронштадте слишком много, в особенности в Великом посту, а останавливаться в немногочисленных гостиницах не всегда удобно, то несколько предприимчивых людей держат квартиры для приезжающих. Таких квартир в городе до 20, и все они переполнены приезжим и не только из Петербурга, а даже из далеких местностей России. Заживаться в Кронштадте не всем есть время, а у иного и средства не позволяют. А потому отец Иоанн старается ежедневно удовлетворять всех, посещая все эти квартиры. По приезде в каждую из них обыкновенно служат сначала общий молебен, а затем иногда и отдельный. Опять неутомимый пастырь с душевным ржевением и сердечным увлечением молится о всех, забывая о том, что со вчерашнего дня еще ничего не ел, не успел подкрепить свои силы. Опять сыплются просьбы о воспомоществовании, о помощи, о советах, о молитве. Опять щедрая с помощью Божия неоскудевающая рука с одной стороны принимает, а с другой раздает. И любвеобильное сердце опять вселяет мир в неспокойные души. Где отец Иоанн? Спрашивает на улице какой-нибудь приезжий. А вот посмотрите, нет ли где посадских? Где они, там и он? Следует ответ коренного кронштадтского жителя. Оказывается, что лучшим признаком присутствия где-либо отца Иоанна служит присутствие посадских нищих, которые неотступно преследуют его по пятам. Объезды кончены. Пора бы подумать об отдыхе, но отец Иоанн о нем забывает. Заехав на минуту домой переменить Терясу он спешит уже летом на пароходе отходящей в Петербург, а зимою по льду в Раненбаум на железную дорогу, чтобы добраться до столицы. Когда на пароходной пристани, так как на вокзале, опять его ждут неизбежные толпы просителей и желающих просто взглянуть на батюшку, толпа его кронштадтских почитателей сердечно прощается с добрым батюшкой, посылая пожелания счастливого пути. Пароход отчаливает, и здесь ему нет покоя. Кто-нибудь не успев поговорить и посоветоваться с отцом Иоанном в Кронштадте, делает это здесь. И опять неутомимый труженик расточает материальные и нравственные благодеяния. Наконец он уходит на рубку парохода, пробегает газету, затем, сложив на груди руки, прохаживается сосредоточенно молясь или о чем-то размышляя, потом садится на скамейку и с улыбкой мирно засыпает тихим, спокойным сном. Переезд из Кронштадта до Петербурга невелик, всего полтора часа, между тем, еще не доезжая нескольких верст до Петербурга, отец Иоанн бодрый и веселый, как бы обновленный, снова ходит по пароходу, здороваясь со знакомыми. На Петербургской пристани, еще задолго до прибытия парохода, отца Иоанна ожидает новая толпа почитателя и с нетерпением устремляющие взоры на приближающийся пароход, то там, то здесь поминутно слышатся тревожные возгласы. Да будет ли сегодня батюшка в Петербурге? Будет, будет. Нет, не будет. И так далее в том же духе. Но вот пароход стал причаливать. На пристань перекидывает трап. Отец Иоанн направляется на берег, сопровождаемый приехавшими с ним пассажирами. Между тем, среди стоящих на берегу происходит движение и начинается давка. Обыкновенно в этих случаях, если приезд отца Иоанна известен заблаговременно, назначается наряд полиции с целью оградить почтенного пастыря от давки и дать возможность забраться ему до одной из ожидающих его карет, которая, большей частью, присылается разными лицами. Тут происходят любопытные сцены. Все на перерыв стараются залучить батюшку в свою карету. «В нашу карету, батюшка! К нам вы обещали!» раздается со всех сторон. После непродолжительных пререканий между окружающим отец Иоанн попадает в предназначенную для него карету и начинает разъезды по Петербургу. Ездит он по городу без псаломщика, без всяких церковных принадлежностей, имея только при себе и Петрахиль, обязательный для священника при совершении требов, Святой Евангелие и Святой Крест. Он отправляется по заранее намеченным адресам, причем отдает предпочтение трудно больным, особенно нуждающимся во святом пресечении, имея при себе для этой цели запасные святые дары, но по своему мягкосердечению отказывается посещать и различные семейные и общественные торжества, как, например, открытие фабрик и тому подобное. Многие семейства ожидают отца Иоанна на дому. Обыкновенно в этот день с утра у них происходит оживление и уборка, как перед праздниками. Стоит лишь кому-нибудь отмолвиться магическим словом отец Иоанн, как весть об его приезде с неимоверной быстротой разносится по всей улице. В несколько минут перед домом вырастает толпа, причем происходит та же давка, что и на пароходе на пристани. Вот подъезжает карета. Желанный гость быстро выскакивает из кареты, стараясь как можно поскорее проскользнуть мимо толпы и попасть в назначенную квартиру. С той же поражающей легкостью и быстротой он вбегает вверх по лестнице. При входе в квартиру он обыкновенно обращается к обитателям ее со словами «Мир дому сему!» Если же он приглашен к больному, то первым вопросом ее бывает «А где больной? Немного расспросив домашних об их семейном положении, он немедленно проходит в комнату приготовленную для молитвы. Колено преклоненно, тайно молясь, он обращается к присутствующим с приглашением помолить «Помолимся!» говорит он «Господь сказал своим ученикам «Где двое или трое собраны будут во имя мое, там и я посреди их!» А нас здесь собралось много, и если мы собрались с верой и любовью, то он несомненно присутствует среди нас. Итак, друзья, по вере в вашей да будет вам! И подавая с собой пример прочим, он начинает горячо молиться с коленопреклонением, иногда со слезами. «Господь, Иисусе Христе Божий наш!» слышатся среди немой тишины слова молитвы. «И же нашего ради спасения изволивай плоти носите, да прославишь и чудно словесное естество, неизреченным Твоим благоутробием и благостью, и иже воистинном покаянии обращающиеся из глубины греховные, простите, обещаясь. Благи, человеколюбший, иже тварь единым словом соделавый, и из нея человека создавый, последи же сего неизреченным Твоим человеколюбием падшего сего и раба греху бывше, восприимый и осветивый, якода не погибнет до конца дело руку Твоею, давы же сему и своя спасительная заповедь и в память Твоего пришествия и Твоих повелений и божественного вочеловечения. Профитав Евангелие, совершив водосвятие, он заканчивает молебен приглашением присутствующих предложиться ко кресту и окроплением святой водою, причем за неимением крапила, крапит веткою, взятой от какого-нибудь комнатного растения. Посидев немного, побеседовал с больным, утешив, успокоив, не отказавшись никогда, ни от какой трапезы, вкусив немного, он спешит в другое место, еще с большим трудом, пробираясь сквозь удвоившуюся толпу до кареты. Подобные разъезды с подобными встречами и молениями продолжаются вплоть до позднего вечера, до последнего отходящего из Петербурга поезда или парохода. Трудно описать ту радость, которая происходит после его посещения в каждой семье, потому что в присутствии доброго пастыря окружающим сообщается та же твердая вера в благость Творца, какую отец Иоанн носит в себе, и вера эта в результате дает добрые плоды, безыскусственно и проста молитва отца Иоанна, но сильна вера его в искупителя. Нам приходилось видеть, что люди неверующие, скептики, осуждавшие его до прибытия, при виде его молитвы невольно преклоняли колено и горячо молились. По окончании разъезда по Петербургу он отправляется на Балтийский вокзал, где опять толпа народа ожидает его. Тихнимый со всех сторон, он с трудом пробирается в вагон, не забывая о делить нуждающихся деньгами. В открытое окно накидывается масса писем, поезд трогается. Отец Иоанн стоит у окна и напутствуемый изъявлениями благодарности и добрыми пожеланиями благословляет толпу с приветливой улыбкой, посылая слова «Прощайте, братья, прощайте, дорогие мои, прощайте, друзья, Господь вас благословит». До первой, до второй станции он прочитывает письма, а затем вплоть до Арань-Энбаума обыкновенно спит. В Арань-Энбауме обычная встреча и обычные при этом сцены. Летом отец Иоанн, переезжая через Финский залив на пароходе, становится на корму со скрещенными на груди руками и, прося не беспокоить его, произносит вечерние молитвы. Зимой же сидишь кибитки, также сложив крестообразно руки, молится всю дорогу. Темная ночь. У петербургских ворот, так называется въезд в Кронштадт, с минуты на минуту его ожидает армия. И лишь только отец Иоанн успевает вступить на землю, как он окружается посадскими и производит опять раздачу милостыни на ночлег. Если он случайно узнает, что в городе встречается безотлагательная необходимость в требах у какого-нибудь труднобольного, он, несмотря на позднее время, заезжает за псаломшиком и отправляется всюду, где только является такая безотлагательная необходимость. По удовлетворению всех, поздней ночью, в часу во втором, он, наконец, попадает домой, а часа четыре-пять утренней молитвы начинает новый, полный труда и лишений день. Таким образом, мы видим, что ни одна минута у почтенного пастыря не теряется напрасно. Всегда готовый к помощи, к молитве, всегда подвижный, радостный, ласковый, он производил обаятельное впечатление своей умоложавой фигурой, своим добрым, выразительным лицом, своими светлыми, как чистый кристалл, взорами, в которых светилась бесконечная кротость, духовная радость и любовь. полный жизни, вечно неутомимый, довольствующийся самым непродолжительным сном, на вид худощавый и не особенно физически сильный, он вполне оправдывал на себе слова Святого Писания. Сила Божия в немощи совершается. Из предшествующего наброска читатели составили себе понятие, как проводил отец Иоанн день вообще. Совершенно иное мы видим в дни Великого Поста, особенно в пятницу и субботу. В эти дни, как известно, православные христиане приступают к таинству, покаянию и причащению. В означенное время во многом изменялась и обычная жизнь и деятельность отца Иоанна. В Великом Посту Кронштадт особенно переполняется богомойцами, пребывающими не только из Петербурга и Москвы, но и самых отдаленных окраин Матушки Руси. Из предела Сибири, с далекого юга стремятся сюда все верующие люди открыть свою душу, сердечно покаяться перед добрым пастырем. Все приюты для приезжающих и гостиницы в это время бывают переполнены, так что запоздавшему богомольцу иногда трудненько бывает найти пристанище. В эти дни отец Иоанн, конечно, не уезжает никуда, кроме обычного объезда приезжих. После прочтения положенного правила перед исповедью он обыкновенно начинает принимать исповедников с часу или с двух часов дня. Можно себе представить, сколько требуется времени для исповедания такой массы народа. Не проходит ни одного такого дня, когда бы отец Иоанн не исповедовал до двух часов ночи, а иногда и сряду после исповеди не начал бы утреннюю. Отец Иоанн исповедует бесширм у аналоя, постановлено у царских врат одного из пределов собора. Несмотря на то, что исповедь продолжается более полусуток, несмотря на спертый воздух в соборе, труженик пастырь никогда не имеет обыкновения садиться. Все время стоя, облокотившись на аналой, он со свойственной ему терпеливости выслушивает каждого, побуждая его заглянуть в самые отдаленные тайники сердца и часто проливает слезы вместе с кающимися. Выслушав от кого-нибудь признание в каком-нибудь особенном грехе, он оставляет исповедующегося, обращается к иконе спасителя и прочитывает вслух ряд покаянных молитв ко Господу и Божией Матери, Царице Небесной. Иногда же удаляется в алтарь, и там, упадая на колени перед престолом Всевышнего, молится тайно со слезами. В течение всего дня он почти ничего не ест, если не считать самого малого количества пищи, два-три соленых грибка и стакан миндального молока. Часов в одиннадцать вечера сильно утомлен, и он обыкновенно обращается к исповедникам со словами «Друзья, я оставляю вас на полчаса, поеду подышать воздухом». И действительно, проехавшись по городу, через полчаса он опять возвращается. Об усталости Осаяна очевидцы могут судить потому, как он иногда при входе в алтарь с усилием разгибает усталые члены, шепча про себя слова молитвы. Исповедь начинается снова. Захватывающую картину представляет собой Андреевский собор. Темная ночь, кругом царит полнейший мрак, кое-где лишь разгоняемый слабым мерцанием горящих уместных образов свечей лампад, сгустившаяся пара дыхания сотен присутствующих сумрачным облаком поднимается в купол. Кругом в разных углах разместились богомольцы, кто сидя, кто стоя, а кто и прямо растянувшись вдоль стен на полу. Рядом с каким-нибудь столичным фронтом, словно по капризу случая, стоит какая-нибудь незрачная старушонка, облаченная в нищенские лохмотья, пришедшая из-за триста-четыреста верст пешком, чтобы поговеть у доброго батюшки. Некоторые из исповедников боязливым шепотом ведут между собой отрывистую беседу, некоторые, погруженные в глубокую думу, сосредоточенно молчат, иные, утомленные продолжительным ожиданием очереди, дремлют. Тишина немая. Изредка прислышатся резкие возгласы отца Иоанна, молящегося о кающемся, или слова разрешительной молитвы. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать и щедротами своего человеколюбия, да простите, чадо, вся согрешение Твоя, и аз недостойный иерей власти мне данную, прощаю и разрешаю все грехи Твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Его легкая наклоненная фигура неясными очертаниями вырисовывается на амбоне, окруженная туманным полумраком. Вообще в это время внутренний вид собора напоминает собой те отдаленные времена первых христиан, когда последние в таком же полусумраке, в такой же немой тишине совершали богослужения в своих катакомбах, скрываясь от преследователей. Конечно, на блюда, стоящие по обыкновению возле Отца Иоанна, исповедниками кладутся деньги, но большая часть их туша раздается им неимущим, которым он задает вопросы, не нуждаешься ли ты в деньгах? И если ответ получается утвердительный, отец Иоанн с добродушной улыбкой тотчас же вручает нуждающемуся некоторую сумму. В последние годы, вследствие массы приезжавших в Кронштадт помолиться, поговеть и приобщиться святых тайн, отец Иоанн, занятый после литургии разъездами до поздней ночи, не имел времени возможности исповедовать в какие-нибудь два часа в промежуток между ранней и поздней литургией массы народа, а посему приступал к общей исповеди. Прежде чем приступить к общей исповеди, отец Иоанн прочитывал все молитвы, положенные по чину исповедования, и предлагал объяснение великого значения таинства покаяния и святого причащения. Только при виде искренного, сердечного покаяния тысячной толпы он прочитывал разрешительную молитву и с большим разбором приобщал святых тайн. При этом знаменитый пастырь внушал, что если кто имеет что-нибудь особенное, то пусть скажет ему отдельно богослужение отца Иоанна. приближаясь к семидесяти годам от рождения, при неимоверных трудах, при постоянных разъездах, при непрестанном духовном и телесном напряжении, окруженный по преимуществу людским горем и страданиями, отец Иоанн удивительно сохранил в себе юношескую свежесть и бодрость. Где источник удивительной телесной бодрости отца Иоанна столь слабого от рождения? Конечно, в его непрестанных молитвенных подвигах, соединенных с частым приобщением святых тайн. Господь подкрепляет меня с Господом, я ежедневно соединяюсь через святое причащение, иначе где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных усиленных трудов, которыми стараюсь служить во славу святого имени его и для спасения ближних моих? Так свидетельствовал сам отец Иоанн. Вот его слова. В храме предлагается высшая школа действительной, высокой, благородной, полезной и благотворной жизни человека. Церковное наше песнопение это восторженные, победные гимны христиан. В них воспевается борьба и победа мучеников, подвижников, пастыря, мирян над царящим в мире злом. В них начертывается светлый, могучий, святой идеал христианской жизни. Идеал, который невольно влечет к себе всякую душу, отзывчивую на все доброе, святое, честное, благородное и возвышенное. Это гимны, эти лучшая христианская поэзия, голос церковных чтений, песней, молитвы, молений. Это голос душ наших, излившийся от сознания и чувства наших духовных нужд и потребностей. Это лучший голос всего человечества, сознающего и чувствующего свою бедность, свое окаянство, свою греховность, свою нужду в спасителе, нужду в благодарении и словословии за бесчисленные благодеяния и бесконечное совершенство Божие. Чудны эти молитвы и песни. Они дыхание Духа Святого. Но беда вся в том, что они часто достигают только до нашего слуха, не проникая во внутреннейшее святилище наше. Если бы мы были более внимательны в храме, какими бы чудными нам казались и все наши песнопения постоянно, сколько бы раз мы не слышали их. Говорю постоянно. Кто слушает внимательно церковные песнопения, тот каждый раз будет находить в них все новые и новый смысл. Не только в целом песнопения, они будут открывать новые глубокие мысли, но и в каждом отдельном выражении их. Я испытал это не один раз. Если на земле место выше, святее, благотворнее, как храм Божий, нет. Христианин без церкви, как рыба без воды, не может жить истинной жизнью. Церковь его стихия. Всей душой любите храм, благоговей перед ним, ибо из него исходит твоя жизнь, твое освящение, твоя сила, помощь, слава, честь, из него вечная жизнь. Тут все твои духовные сокровища. О, святая невеста Христа, мать наша от церковь Божия, ты день и ночь носишь в матерней груди чад своих, начиная с иерарха, доклирика и простолюдина, царя до воина и простого подданного, ты о всех печешься и болезнуешь, о всяких благах ходатайствуешь, о благорастворении воздуха, изобилии плодов земных, о избавлении от скорби и нужды, о заступлении, помиловании и сохранении благодатью. Как не почитать церковь уже заодно то, что она спасла в недрах своих несметное число людей, переселив их вместо вечного покоя и радости и не забывая их попреставлении, оглашает их даны на земле вечную хвалу и прославлением их доблести, как верных чад своих. Где вы найдете более признательного друга, более нежную мать? Церковь Божия, как бы великое святое семейство, хвалу отец Бог, Матерь наша Пресвятая Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа, старшие братья Ангелы и святые человеки и мы все, братья Единоутробные, порожденные церковью в одной купели крещения. Как прекрасно, глубоко продумана воспитательная самая обстановка православного храма. Что в сравнении с ним все молитвенные домы, какие где-либо только существуют? В самом деле, в каком святом высоком обществе видит себя христианин в храме, окруженный ликами святых ангелов и святых угодников? Взирай на иконы в храме, на Твою икону, Господи, на икону Пречистой Матери Твоей, святых ангелов и архангелов, на лики святых, украшенные золотом и серебром, и думаю сам себе, как Ты почтил и украсил наше естество. Твоим светом сияют святые Твои, Твоей благодатью они святые, победив греховность и отмыв греховные скверны плоти и духа. Твоей славою они славны, Твоим нетленям они нетленны. Слава Тебе, только почтившему, просветившему столько и возвелишившему наше естество. Вот Твои апостолы и иерархи, живые образы Тебя, Верховного, прошедшего небеса, посланника Отчего, иерарха и пастыря начальника. Твоя доброта, Твоя премудрость, Твоя сила, красота духовная, власть, величие, святыни в них сияют. Вот мученики Твои, Твои силы одолевшие страшные мучения, в Твоей крови они убелили одежды душ своих. Вот преподобные Твои, постом, бдением, молитвой, приявшие чудесные дары Твои, дары исцелений, прозорливости. Твоя сила укрепила их стать выше греха и всех демонских козней. Твое подобие сияет в них, как солнце, в храме и его расположении в частях, в иконах, богослужении с чтением священных писаний, пением, обрядами, начертанно образно, как на карте, в лицах, в общих чертах, вся ветхозаветняя, новозаветняя церковная история. Все божественное зрелище, богослужение нашей православной церкви для тех, кто понимает его, кто вникает в его сущность, дух, значение, смысл. Итак, каждый из нас член церкви, той самой, которой принадлежат и эти святые, стоя в храме, окруженный ликами столь великих и святых людей, носителями и выразителями правды жизни, светочами всего человечества, христианин как бы находится на самом небе. Он непосредственно примыкает к сонму святых людей. Между небом и землей уже как бы устраняется всякое средостение. Младшие, естественно, обязаны почтением к старшим. Естественно, подчиненные им, как несовершенные, просят у старших молитву за себя у Бога. Какое сильное побуждение к нравственному изменению и стремлению к той же нестоверяющейся жизни, какой стремились и они и достигли. Церковь надежная дорога к вечной жизни. И я по ней неуклонно держись ее и дойдешь до небесного царствия. Если уклонишься на распутье своей мудрее и неверие, пеняй тогда сам на себя. Ты заблудишься и погибнешь. Я есть путь и истина и жизнь. Иоанна 14,6 говорит Спаситель. У нас только одна спасительная дверь, которой проходят люди в царство истины, добра, света, небесной красоты. Это Христос. Наше богослужение не только не отрешено, не отъединено от действительной жизни, но и связано с ней такими узами, о каких многие и не подозревают. Своим богослужением православная церковь воспитывает всех нас, граждан земных и небесных. Жизнь вечно волнующиеся море, а церковь вечно тихая пристань. В благоустроенной пристани все найдется для всякого пловца. В церкви все заключено, что нужно человеку для его разумной и добродетельной жизни. Пусть меняются люди, появляются на свет новые поколения, пусть возникают разнообразнейшие учения, пусть люди успевают во внешнем прогрессе, они все-таки никогда не опередят своим развитием церкви, потому что ее духовные богатства неистащимы и вечны. Потому надо неотложно, разумно, благоговейно и охотно посещать богослужения, особенно в праздничные дни, участвовать в таинствах покаяния и пресчищения, внимательно относиться ко всем установлениям и канонам церкви, а удаляющиеся от церкви богослужения делаются жертвой своих страстей и погибают. В храме мы научаемся верности, мужеству, терпению, кротости, незлобию, смирению, нестяжательности, воздержанию, чистоте, целомудрию, самоотвержению, безропотному перенесению всех скорбей, любви не только к ближним, но и к врагам своим, научаемся и другим многоразличным добродетелям. Богослужение всегда бодрит и живит меня, продолжал отец Иоанн. Оно дает мне силы переносить все, что я не встречаю на своем жизненном пути. Благодарю Всеблагую, Всесвятую, Премудрую Матерь мою, Церковь Божию, спасительно руководствующую меня в этом временном житии и воспитывающую меня для гражданства небесного. Благодарю ее за все чины молитв, богослужения таинств, обрядов. Благодарю ее за посты, столь для меня благодетельные в духовном и телесном отношении. Через них я здрав духом и телом, покоен, бодр, легок. Без поста мне было бы крайне тяжело, как это испытано не во время поста. Благодарю непорочную Матерь мою, Церковь Божию, восхищающую меня небесным своим служением, восторгающую горе к небеси, дух мой, просвещающую ум мой небесной истиной, указывающую мне пути жизни вечной, избавляющей от насилия и бесчестия страстей, делающую жизнь мою блаженную. Велика Твоя любовь, Господи, Ты всего себя истощил ради любви ко мне. Взираю на крест и явлюсь Твоей любви ко мне и к миру, потому что крест есть наглядный отпечаток Твоей любви к нам. Больше той любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей своих. Твои животворящие тайны, Господи, также служат всегдашним громким доказательством Твоей к нам грешным любви, ибо это божественное тело Твое было за меня, за всех нас ломимо. Эта кровь за меня, за всех нас изливалась. Господи, славлю чудеса святых тайн Твоих над верными Твоими, которым я преподавал славлю исцеления бесчисленные, которым я был свидетелем, славлю действия их во мне всеспасительные, славлю Твое милосердие ко мне в них и через них мне являемое, силу Твою животворную в них действующую, Господи, за толику и любовь Твою ко мне, как не любить Тебя от всего сердца моего, близнего, как самого себя, любить не только любящих меня, но и врагов моих. О, если бы все мы это постигали, как мало было бы у нас отщепенцев, как все мы любили бы и чтились в святой храм Божий, как мало бы говорили о прелести жизни людей, оставивших лона Христовой Церкви. Если бы сектанты и неверующие поняли высоту и красоту христианского идеала и нашего богослужения, то они устремились бы все опять в наши храмы, забыв свои молитвенные дома и своих лжепастырей и руководителей. Видя пламенные слезные молитвы этого истинного служителя Божия перед престолом, пишет одно лицо, его глубокое благоговение к совершаемым таинствам, невольно чувствуешь своим существом, что притворяемое хлеб и вино суть истины тела и кровь Христовы. В эти минуты как-то отрешаешься от всего земного, видишь перед собой только святой престол и перед ним молящегося отца Иоанна. Душа горячо молится, хотя телом в эти минуты и не пошевелишься, и как благотворно действует на душу такая молитва. Точно воскреснешь после нее, так молиться можно, кажется, только с отцом Иоанном. Епископ Евдоким, ректор Московской Духовной Академии, еще студентом, посещавший отца Иоанна в Кронштадте, в 1895 году так описывает богослужения отца Иоанна, начиная с утренни. Во время утренней отец Иоанн подошел к жертвеннику, встал перед ним на колени, руки сложил крестообразно на жертвеннике, голову склонил на них. Под руками у него были всевозможные записки с просьбой помянуть больных умерших. Я смотрел на него из-за колонн. Волосы прядями не спадали на плечи, весь он был освещен слабым утренним светом, едва-едва пробивающимся сквозь толщу утреннего северного тумана. Он находился в таком положении около десяти минут. Казалось со стороны, что он как бы умер. И перед нами было только его тело, оставленное, сброшенное его душой, как бы какая одежда. Мне же вспомнились в эти минуты те картины, на которых изображено, как душа по разлучению с телом с неба созерцает его. Тело там действительно представляется как бы одеждой, оставленной сброшенной душой. О, какая это молитва, какой священнейший момент! Человек оставляет землю и возносится душою на небо. Житель земной проникает в горние миры, ограниченные разумеет тайны неба, плотяной становится духовным, немощный укрепляется, скорбящий утешается, сильный становится еще более сильным. Смотря на молящегося отца Иоанна, я невольно переносился мыслью даже в Гефсиманский сад, представляя молящегося там за нас спасителя. И в алтаре, этом великом христианском святилище, не давали отцу Иоанну покоя. То один, то другой в удобную минуту подходили к нему с различными просьбами и нуждами. Хорошо зная, что каждый из находившихся в алтаре пришел сюда, имея какую-либо горячую неотложную нужду, отец Иоанны сам иногда подходил то к одному, то к другому. Распросить, расспросит о нужде, горе, даст добрый совет. Давал, кажется, некоторым и деньги. Одного обласкает, другого потреплет по плечу. Канон на клиросе читал сам, как и всегда. Нельзя было не обратить внимания на это чтение. Умиление, восторженность, твердость, надежда и упование, печаль, глубокое благословение, все слышалось в этом дивном чтении. Читает Отец Иоанн, как бы беседует, разговаривает с Спасителем, Божьей Матерью и Святыми, как бы они вот здесь, перед ним находились, а не там, где-то в недозримой для нас выси, в надзвездных заоблачных мирах. Голос чистый, звучный, резкий, произношение членораздельное, отчетливое, отрывистое. Одно слово прочитает скороговоркою, другое протяжно, чуть не по слогам, третье подчеркнет, оттенит. Ни одно слово не было прочитано им без смысла и толка. Более важное по мысли и содержанию слова произносит, обратясь даже к народу, чтобы люди могли глубже постигнуть читаемое. Сам он при этом, конечно, все стало сосредоточен на читаемом, ничто не отвлечет его мысли в это время на сторону. Он как бы переживает все, что читает, переживает победы над грехом и злом, совершенные святыми людьми, переживает человеческие немощи и падения, переживает времена благоволения и милости Бога к людям падшим и заблудшим. И многое считаемого, по-видимому, это как-то и чувствуется, относит непосредственно к самому себе. О том, что совершается в это время в его душе, можно судить даже и по его наружности. Душа отца Иоанна настолько проникается мыслями, какие содержатся в читаемых им священных песнопениях, что он не может удержаться от самых разнообразных жестов. Во время чтения он постоянно как бы волнуется и как бы неспокоен. То, как бы блаженная улыбка засияет на лице его, когда он читает о небесной славе Бога, Богородицы и святых угодников Божиих, то, как бы глубокая мольба начинает срываться с узки его, когда он читает о немощи, грехе и падениях человеческих. То слышишь как бы праведный гнев, глубокое отвращение, когда встречается в каноне слова Сатана, Дьявол, то слышишь умиление, глубокий восторг, когда он читает о великих подвигах, победах над грехом, какие совершили святые мученики, подвижники. Иногда он наклоняется головой к самой книге, иногда потрясает ею так решительно, так кстати, так победоносно, так чудно, торжественно, меняет часто тоны, то, наконец, во время пения Ермоса или Эктиньи, когда сам не поет с певчими, преклоняет одно или оба колена туже на клиросе, закроет лицо руками и молится, молится, горячо, умильно молится. По шестой песне Ектиньи восклицает отец Иоанн Кандак и читает его громко, как победную песню христиан над побежденным исконным нашим врагом. Кончив чтение канона, быстро входит в алтарь и падает в глубокой молитве пред престолом. Укрепив себя молитвой, снова идет на клирос и читает здесь стиховно нахвалить их. В начале петь стихиры на стиховных отец Иоанн в это время уже почти облачился, чтобы служить литургию. На нем не было только ризы. Быстро, стремительно вышел он из алтаря на клирос, присоединился к певчим и начал петь вместе с ними. Пел с воодушевлением, глубокой верой в каждое слово, регентуя сам, опять подчеркивая отдельные слова и замедляя тем там, где это было нужно по логическому смыслу содержания песнопения. Певцы чутьем угадывали эти слова, а этот темп и вторили ему с немалым искусством и одушевлением. Пение сначала не совсем стройное, быстро стало гармоническим, сильным, звучным, мощным, воодушевляющим, велось по всему храму, наполняло всю душу молящегося. Как трогательно было смотреть на певцов в это время. Пела как будто бы одна святая первохристианская семья. Так отзывается о богослужении отца Иоанна, кажется, все имевшие счастье присутствуют за ним. Вот отзыв об этом богослужении одного харьковского наблюдателя. Службу по обычаю отец Иоанн начал одушевленным чтением канона, умилившим всех. Богослужение, совершенное отцом Иоанном, не поддается описанию. Это служение особое, непередаваемое в слове, а непосредственно ощущаемое и познаваемое верой и любовью. Ласковый взор, то умилительный, то скорбный, в светущем лице сияние благорасположенного духа, молительные вздохи, источники слез, источаемых внутренно, порывистые движения, огонь благодати священнической, проникающие его мощные возгласы, пламенная молитва. Вот некоторые черты отца Иоанна при богослужении. Жизнь отца Иоанна вся во Христе. Здесь главнейший источник его популярности, народной любви к нему и преданности. Кончилось утреннее, начали звонить к литургии. На проскомедии просор было так много, что их приносили сюда целыми большими корзинами. Сам отец Иоанн мог вынуть только по несколько просвор из каждой корзины, прочитать только по несколько упоминаний и записок из массы их, поданные в алтарь, для поминовения богомольцами, собравшимися в храм из самых отдаленных уголков России. Да и как иначе поступить? Просвор иногда подают до пяти тысяч, а три с половиной тысячи довольно часто. Многие во время проскомедии лично подходили к отцу Иоанну и просили его помянуть своих родственников, вынуть хотя одну просвору, так что он не имел ни одной свободной минуты. С отцом Иоанном служили и иеромонахи, и белые священники в камилавках и без камилавок, с крестами и без крестов, юные и убеленные сединами. Это все были пришельцы. Отец Иоанн объединял всех, здесь были все родные и близкие друг другу, хотя бы они встретились еще только впервые. В Митре с сияющим крестом и цепью на груди, с легким приятным румянцем на лице от внутренней теплой молитвы, стоял отец Иоанн во главе собора священнослужителей, собравшихся около него отовсюду. Помолитесь, братья сослужители, да да Господь в мире нам совершите божественную службу. Какие глубоко содержательные слова! Как действительно необходимо всякому пастырю в эти минуты молиться о том, чтобы ничто не нарушило его душевного мира, чтобы он все время пламенел, как Серафим, одной молитвою, глубже проникал в чудный небесный мир. Отверсты царские врата, произнесен первый возглас. Началась литургия, вот он вдруг неожиданно порывисто берет на престольный крест и с любовью целует его, обнимает его руками, смотрит на него так умиленно и восторжно, уста шепчет слова молитвы, раза три, четыре подряд лобызает его, прильнет к нему своим челом. Уста снова что-то шептали. Воздух отца отец и умиление взор обращен на горнее место. Иногда он произносит возгласы, закрывши глаза и углубившись в себя. Как сосредоточен, самособран во время благослужения отец Иоанн, трудно даже и передать. Все время он погружен в такие глубины души, что как будто ничего не видит, ничего не слышит, ничего не замечает, что кругом его совершается. Он в своем особом мире. Он в это время один и не похож на другого. Служебник отец Иоанн почти не раскрывает, так как все молитвы знает на память, читает часто в полголоса. Говорят, служебник не должен быть, так сказать, буксиром для священника. Молитвенное настроение его должно идти дальше служебника. Служебник только для начинающих и неопытных в молитве. В богослужение отца Иоанна встречаются некоторые особенности, из которых многие, я думаю, самое главное невозможно уловить. А как это было бы интересно! Ведь это все плоды глубоко религиозного настроения, чистой, верующей и пламенеющей души. Это лучшие благоухающие цветки, на пышном цветке. Это отзвуки из святоя святых его души. Передам некоторые из них. Принимая из царских врат Евангелия от отца Прододиакона, отец Иоанн сказал, «Мирте, братья, благовествующую!» Подумайте-ка, что это означает? Какая тут кроется глубокая мысль, сколько здесь чувства, какое отношение к своему младшему сослужителю? Как мало многие походят в данном случае на отца Иоанна. Идя со святыми дарами во время великого выхода, отец Иоанн вполголоса говорил, «Его же изведоша вон из града и распяша». И опять, как это глубоко трогательно, как свидетельствуют эти строки о его глубокой собранности и самособранности и проникновенности те священнодействия, какие он совершает. Вся его душа наполнена, проникнута церковно-богослужебной благодатью. Сколько тут души, осмысленности, веры во все! По поставлению святых даров на престол отец Иоанн читает обычную молитву, прибавляя к церковным словам о неспослании благодати на людей следующие глубоко содержательные слова. На всех рассадницах юношеских и отроческих, духовных и мирских, мужских и женских, городских и сельских, и на всем неучащемся юношестве, на всех рассадниках духовных, монашеских, мужских и женских, на нищих людях твоих, вдовицах, сирых и убогих, на пострадавших от запаления огненного, наводнения, бури и труса, от недорода, хлеба и глада, на всех заповедавших, мне недостойно умолиться о них и на всех людях твоих. Лабезай после возгласа возлюбим друг друга, сослужащих священнослужителей в оба плеча говорил, Христос посреди нас живы и действуя. Я стоял пораженный этими словами и невольно думал, да, вот здесь, а не там, где-то вдали находится Христос Спаситель, находятся не мертвые, не как только историческая известная личность, а живой, живый и действуяй, он среди нас, и даже действуяй, жутко становилось, трепетом великим наполнилась невольно душа. Я готов был упасть ниц пред престолом. По тайном прочтении символа веры отец Иоанн прибавляет следующую молитву. Утверди вери сие и веру и сие сердце мое и сердце всех православных христиан. Сия вера и сего чаяния жить и достойно в разуме. Соедини вери сие все великие христианские общества, бедственно отпадшие от единства святой православной каполической апостольской церкви. Я же есть тело твое, и я же глава и ситы и спаситель тела. Не вложи гордыню и противление учителей их и последующих им. Даруй им сердцем вразумев истинную спасительность церкви твоей я. и неленостно соедините совокупи твоей святей церкви и недугающих нережеством, заблуждением и упорством раскола, сломив силой благодати духа твоего упорства их и противления истине твоей. Да не погибнут люди в своем противлении, якоже корей да фана Аверон, противившийся Моисею Арону рабом твоим. Всей вере привлеки все языки, населяющие землю, да единым сердцем и едиными устами все народы прославляют себя единого всех Бога и благодетеля. В этой вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердия, соболезнования и сорадования. Все говорили мне, что с отцом Иоанном совершается что-то необыкновенное во время литургии. И это вполне справедливо. Чем ближе подходят минуты прессуществления святых даров, тем более и более повышается настроение души, начиная отражаться в голосе и в лице отца Иоанна. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, восторжно восклицает отец Иоанн. Что он переживает в эти минуты? В своем дневнике отец Иоанн пишет, как нельзя более благовременно это благожелание апостольское произносится священнодействующим именно в это время, то есть пред совершением тайн. Благодать Иисуса Христа, милующее, очищающее, спасающее, просвещающее, укрепляющее душу нашу, нужна во всякое время. И теперь, в эти страшные небесные минуты, когда с нами служат множество воинов небесных, с трепетом окружающих престолов Божий, благодать Божия, просвещающая и укрепляющая слабые, рассеянные силы Духа, особенно нужна нам для возможного понимания высоты и важности предстоящего Таинства. Любовь Бога и Отца. В эти минуты всем надо воссчувствовать беспредельную любовь к нам, грешным Бога и Отца, который так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И самим возлюбить Его со Единородным Сыном и Духом Святым, отвернув все житейские пристрастия. Причастие Святого Духа необходимо нам наиболее в это время, потому что без этого причастия не можем возлюбить Бога Отца, ибо только Духом Святым можем взывать к Богу искренней любовью, Авва Отче, ибо только благодать Святого Духа предощущает, освящает, просвещает, умиротворяет и укрепляет нас к достойному и благоплодному предстоянию во время Святейшего Таинства. «Горе имеем сердца!» воскресает Отец Иоанн, обратившись к народу. «И поднявши руки горе, взор устремлен к небу, Дух его витает там, где стоит престол вечной истины и любви». Тайно при этом отец Иоанн произносит «Возвыси духом твоим святым всех, предстоящих здесь тебе, Богу жизни нашей, отринять сердец наших все страсти плотские и душевные». И как не молиться в эти минуты за народ? Народ отвечает «Има мы ко Господу». Но искренне ли мы отвечаем «Нет». Или весьма немногие, потому что сердца большинства людей прикованы к земле разными житейскими пристрастиями. Нелегко и не вдруг сердце вознесется к небу ко Господу. Для того, чтобы искренне возноситься с сердцем к Богу, нужно христианину непрестанно жить в Боге, размышлять глубоко о делах его промысла, давать им истинную спасительную цену, душу и сердцем усвоить их в себе и быть на земле небесным гражданином. А мы приходим в храм с рассеянием, с различными житейскими страстями и похотями, приглаждающими нас к земле. Где же тут горе сердца? Но горе нам, если мы не горе имеем сердца в такие минуты величайших чудес милости Божией к нам. Значит, мы бесчувственны и несмысленны. В это время требуется от нас совершенная преданность Господу Иисусу Христу, причистой Его Матери, полная доверенность, вера, совершенное упование во всех обстоятельствах жизни, во всех прошениях, благодарениях, восхвалениях. При этом чистое сердце, ненависть ко греху во всевозможных его видах и горячая любовь к правде во всех ее проявлениях. «Благодарим Господа!» снова воскресает отец Иоанн. Первые два слова молитвы «Достойно и праведно поклоняйтесь!» произносит он громко, а последнее тише, смолкая совершенно под конец. При тайном чтении молитвы после слов «Ты от небытия в бытие нас привел еси!» отец Иоанн добавляет для усиления благодарного чувства в разумное бытие и по душе бессмертия, то есть привел еси! После слов «Падших нас восставил еси!» паки прибавляет «И ста кратно на каждого день восставляешь согрешающих и кающихся!» После слов «Донди же нас на небо возвел еси!» и царство даровал будущее прибавляет «Ты в самом пресещении нашем животворящих твоих тайн уже возводишь нас на небо, ибо где ты там небо и небо небес, и даровав себя самого верным, ты вместе с собой уже даруешь и царство небесное, царство будущее в залоге причистого тела и крови твоей! Примите, едите, сие есть тело мое!» произнося эти слова, он делает особенное ударение на слове «сие есть тело» и на словах «за вас ломимое» последние слова он произносит, обратившись лицом к народу. «Пейте от нее все!» с глубокой верой воспитает отец Иоанн, произнося эти слова, он не раз прикасается перстом к чаше, как бы даже силой ударяет по ней. «Снова подчеркнутся слова «за вас» и «за вас» и «за многих изливаемое»!» так и слышится в голосу «за нас» и «за нас пролита кровь, за вас, за тех самых, что вот стоите здесь в данную минуту, а не за тех, только что стояли у креста. Она пролита не за отвлеченное какое-то человечество, а за живых людей, за каждого бедняка, убогого, богатого, знатного мужчину и женщину. «Твоя грудь едва прикрыта рубищем, и за тебя пролита кровь. Ты забыл и отверг Бога, и за тебя пролита эта святейшая кровь. За ваши грехи, стоящие здесь, страдал Христос». По произнесении слов, установления, отец Иоанн в каком-то необыкновенном восторге читает «О божественного, о любезного, сладчайшего твоего глаза!» А что чувствует он в эти минуты? «Здесь бездны любви», — говорит он, — «любви божества к роду человеческому». Есть о чем подумать каждому, беспристрастно углубляющемуся в судьбы Божии касательно рода человеческого и в себя самого. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу, всякого непредубежденного, не связанного с житейскими сластьми и похотьми человека, когда он сердечным ухом слушает эти слова из уст священнослужителя. «О, любовь совершеннейшая! Любовь всеобъемлющая! Любовь крепчайшая!» «Господь, сый всех изиждитель Бог, созданный бесстрастный, обнищав, себе соедини, и Пасха за я же хотяши умрите! Сам сый себе предпожре! Едите вопия тело моей веры и утвердитеся!» «Что мы приносим в благодарность Богу за эту любовь к нам? Питаем ли алчущих, напаяем ли жаждущих, одеваем ли ногих, посещаем ли больных и в темницу заключенных? А ведь в лице их, как членов своих, требует нашей помощи сам Христос, Спаситель наш, себя принесший в жертву за нас!» «Твоя от твоих!» — возглашает отец Иоанн, делая особенное ударение на слово «о всех!» — произнося его более протяжно, чем другие. Чувствует его душа, как люди, собравшиеся во множестве в этом храме, нуждаются в небесной помощи, и он горячо молится за всех. «Когда произношу слова «твоя от твоих!» — пишет он, — то представляет торжественность и величие данной минуты, когда архиерей или священник, стоя лицом к лесу свечную, совершенную и неизменную правдой Отца Небесного, карающего грех, приносят от лица всех и за всех единую, безмерную, всеправедную, умилостивительную жертву Христа Сына Божия, единую, могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от праведного проклятия и исходатайствовать всем верующим прощения грехов и благословения, а усопшим в вере и надежде воскресения и жизни вечной оставление согрешений и покой со святыми, жертву, которую оправдали все святые, Богу угодившие от века, и в благодарение за которых она также приносится. «Приложив Духом Твоим святым, аминь!» Искренно, верующим тоном возглашает Отец Иоанн, и как бы еще для большего уверения в этой истине, находящейся в алтаре, дополняет «Бог явился во плоти, слово стало плотью и вселилось в нас». И еще что-то шептали уста его, но я успел разобрать только окружаемые ангельскими воинствами. Но и без слов по выражению лица было видно, что мысль Отца Иоанна всецело занята святыми тайнами. Да и было и есть о чем подумать здесь. «Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господа нашим Иисусом Христом в Таинстве Евхаристии или Пречащении?» «Вполне никто, не даже ум ангельский. Ибо благодеяние это беспредельно и необъятно, как и сам Бог, Его благость, премудрость и всемогущество. Какая любовь к нам грешным ежедневно сказывается в литургии. Какая близость Божия к нам. Вот Он тут на престоле ежедневно, существенно, всем Божеством и человечеством предлагается и впушается верными или вносится Иереем в домы верных и предлагается болящим. Какое чудное общение, какое растворение Божества с нашим падшим, немощным, греховным человечеством, но не с грехом, который сжигается огнем благодати. Какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя Божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с Ним. В этом принятии внутрь себя с верою наше ощущение, освящение, избавление от грехов и врагов наших, обновление наше, сила наше, утверждение сердца нашего, мир наш, свобода наша, слава наша, жизнь и бессмертие наше. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как же к ней христиане относятся? Большей части с обыкновенной холодностью, невниманием, равнодушием. Пресещаются святых тайн весьма редко, как бы по необходимости и заведенной привычке, раз в год. Чего же они лишают себя? Какого божественного сокровища, бесценного, какого бессмертного, животворящего дарования Божия? Какой помощи Божией? Вот отчего нет ныне истинной жизни в православных христианах, жизни по Духу Христову. Вот почему умножились пороки и бедствия. Вот почему вооружилась против нас вся тварь, все стихии, и вода, и огонь, и воздух, и смерть во всех видах. Глубокие чувства переживает отец Иоанн в эти минуты. Его великое благоговение к святым таинствам обнаруживается и в том, что много раз неспешно, без крестного даже знамения, преклоняет главу свою перед ними. Слезы обильные лились из его глаз. То один, то другой платок вынимал он из кармана и отирал их. О чем плакал этот дивный муж? Не бывает слез без глубокого душевного волнения. Нет слез без чувства любви и живой мысли. Если бы кому-нибудь удалось, так сказать, анализировать слезы отца Иоанна, то какое бы богатейшее содержание можно было найти в каждой слезе. Настроение отца Иоанна так высоко в эти минуты, что невольно передается другим, озаряя в значительной мере настроение всех здесь присутствующих в это время. Мне рассказывали, что некоторые не раз видели над престолом в момент присуществления святых даров ангелов. Небожители как бы сослужили земножителю при совершении им таинства. Строгий по отношению к себе, отец Иоанн в данном случае весьма строго относится и к мирянам. Во время тебе поем вся церковь. Все предстоящие в храме должны молиться со священно действующими, чтобы Отец Небеса не спасал Духа Своего Святого на нас и на предлежащие дары, и читать про себя молитву Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа. В это время ни одна душа не должна оставаться холодной, но всякая душа должна быть воспламенена любовью к Богу. В это время да будут души наши, как светильники горящие, как кадилы горящие и благоухающие, как дымфемиама восходящий в горе, ибо в эту минуту совершается страшное животворящее таинство, в притворение Духом Божиим хлеба и вина, в причистое тело и кровь Христову, и на престоле является Богу во плоти. После возгласа изрядно о Пресвятей, поминая всякое епископство православных, Отец Ян добавляет, Помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа Твоего, звания и сана Твоего, правды Твоей, власти Твоей, суда Твоего, святыни Твоей, бессмертия Твоего, новотворения Твоего и обожения Твоего, носители ума Твоего и сердца Твоего, светлости и великолепия Твоего, всякое Пресвитерство и прибавляет тайна. Ему же верил, если служение, примирение человеков с Богом, покаяние, паки бытия, обновления, просвещение, благословение, умножение рода через таинство брака, освящение и обожение и все пренебесные таинства, кроме рукоположения. Да будет оно достойно своего звания и до права жительствует и священодействует, и богоугодно приносит молитвы Тебе, Владыке, о всех и за вся. Помяни во Христе диаконство с помощью священства и служащие пренебесным тайнам и всякий священнический чин. Ищи, приносим Ти словесную эту службу Вселенной, о Святой Соборной Апостольской Церкви, из всех народов составленной, в буре мира сего и, князя тьмы, сущие Церкви, умири и твердое благочестие в них насади. О благочестивейшем Государе нашем, о супруге Его, о наследнике Его, надежде Церкви Твоей и о всем царствующем доме. Не говорю о Его пламенной молитве за умерших. Она отличается необыкновенным дерзновением и глубиною. Диакон начал их тенью перед очи нашим. При тайном чтении молитвы, положенной на этой теньи, Тебе предлагаем жизнь нашу, сподобие нас причаститься с чистой совестью. Отец Ян прибавляет следующее. В дерзновение пред всеми людьми Твоими, в искоренение клетворных, льстивых, досаждающих, насилующих, омрачающих, посрамляющих, от Тебя разлучающих и душу умерщвляющих страстей, в насаждение, возвращение, утверждение в душах наших истинной, живоносной добродетели, в исполнение премудрости, чтобы научить всех людей вере и заповедям Твоим, просвещении света моего пред людьми Твоими, да видит мои добрые дела и прославит Тебя Отца нашего, сущего на небесах, да не напрасно ношу таликий горний ангельский боготворящий владычественный сан священства ни в суд или осуждение. Не забыть никогда еще одного момента из этого времени. Во время их тени и по прочтению тайной молитвы Отец Иоанн склонился над престолом и в глубоком благозавении молился. Затем он взял в свои руки дискост со святым телом, поднял его немного над престолом и, вперив в свой взор, сосредоточенно молился пред ним. Потом он взял в руки свои потир со святою кровью, прильнул к нему челом и долго, горячо молился. Не произнес он в это время ни одного слова, не сделал ни одного движения, и глаза его было почти, были постоянно закрыты. Какая глубина воодушевления, духовного погружения в тайны нашей жизни во Христе! Какое проникновенное созерцание этих тайн! Какая трогательная, умилительная, незабвенная картина! Как она трогает, возвышает, возбуждает, ощущает, просветляет самое черствое, загрубелое, окаменелое сердце! Я не раз впоследствии падал духом, но стоило мне только вспомнить эти минуты, как в меня вливалась откуда-то незримая, новая, живая струя. И основа оживал духом. Возглас «Исподобие нас, владыка!» заканчивал словами «И глагол эти, Отче наш!» Нельзя не видеть глубокой мысли и в этом прибавлении. От лица всех предстоящих в храме оно исповедует, что Бог — Отец всех нас и что мы все родные братья друг к другу. Как важно хоть одно мгновение пережить эти, часто забываемые нами слова о всеобщем братстве нашем, братстве не на бумаге и в мыслях только, а в самой действительности. По прочтению молитвы, веруя и исповедую, Отец Иоанн тайно говорит следующие слова «Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе». Итак, для Отца Иоанна в эти минуты Христос Спаситель не только с Ним, но и в Нем Самом. Христос не как отвлеченное какое понятие, а как действительная живая личность, не как только одно представление о Христе, мысль о Христе, но и живое действование Христа в Нем, ощущаемое реальным образом сердцем благочестивого пастыря. «Многие ли из нас переживают такие думы и чувства в эти минуты?» Вот приобщился отец Иоанн к телу и крови Христовых. Лицо его изменилось. Нет боли на Нем и следа той утомленности и какой-то скорби или грусти, какие можно было видеть, когда Он только что входил сегодня утром в храм. Необыкновенная духовная радость, необыкновенный мир и небесный покой, необыкновенная сила и мощь отображались теперь в каждой черте его лица. Его лицо как бы светилось, как бы издавало какое сияние. Невольно вспоминался при этом нимб, светлый кружок, изображаемый на икорах около головы святых угодников. Отец Иоанн готов был теперь снова трудиться без всякой устали с утра до самой поздней ночи. Он в таинстве восприял силы на все предстоящие ему дневные труды и заботы. Лица, близко стоящие к нему, говорили, что такая перемена бывает с ним каждый раз, когда он приступает к святым тайнам. И во святых тайнах он почерпал силы для несения того труда, который превышает всякие человеческие силы. Воззрение Отца Иоанна на богослужение чрезвычайно замечательное и достойно всякого внимания. Ими объясняется весьма многое из его поведения, жизни и деятельности. Божественная служба, пишет он в дневнике своем, есть для меня бесценное и величайшее благо в жизни. В богослужении вся жизнь нашей души, все ее сокровища, тут ее родина, и ее воспитание, врачевание, ее пища и питье, ее силы и слава, ее святыня и жизнь. «Как велико милосердие Божие к нам грешным!» говорил однажды отец Иоанн. «Какое неоцененное небесное утешение оставил он нам на земле в своей святой церкви! И ведь каждый день дается нам эта радость и сладость духовная! Мы здесь воспеваем святых угодников Божиих, воспоминаем подвиги преподобных, страдания мутенников, доблести святителей, апостолов и наипаче преблагословенную нашу заступницу, Матерь Божию! Переносимся мысленно в дни земной жизни, видим высокие примеры для подражания. Ведь и они были такие же люди, как и мы, но любили Господа и сумели угодить Ему. Мы здесь воспеваем их и ублажаем. А они, в свою очередь, как бы в воздаянии нам за любовь к ним, поминают нас перед престолом Божиим на небе, молятся за нас, как за своих младших братьев. И мы это чувствуем осязательно, ощутительно. Ты веришь этому? Верю, Батюшка, как не верить? Да, истинно, как не верить? А, к сожалению, есть ведь несчастные, неверующие. Надо бы молиться за них. А литургия эта божественная, какое дивное таинство! Это предвкушение будущего блаженства, это тайна небесная, ангелам непостижимая. А мы, люди грешные, совершаем, священно действуем. Бедные человеки, пишет он в своих записках, если бы вы знали, если бы вполне уразумели, какого великого сокровища, какого дара вы лишаете себя, отдаляясь от святой чаши, какого божественного, бесценного, животворящего, бессмертного дарования Божия, какой помощи в наших душевных нуждах и немощах. Вот отчего нет истинной жизни в христианах православной, жизни по духу Христову. От того, что они отдаляются от Христа. Вот почему против нас вооружилась вся тварь в месть врагам Божьим, отступившим от своего Творца. Вся природа, все стихии, воздух, вода, огонь, смерть во всех ее видах, казнят отступившего от источника жизни. Вот зрелище божественное, литургия, зрелище бесконечной любви, премудрости, всемогущества, правды, святости и обновления существа человеческого, распленного грехом, ощущения бесконечной сладости, красоты, света, блаженства. Ибо в этом таинстве сокрытых для смыслящих и благочестивых бесконечная сладость, красота, свет, блаженство, святость, правда вечная, всемогущество, благость и премудрость Божия. Не насытится сладким и светлым созерцанием ум, восхищением и блаженством сердца. При размышлении об этом таинстве беспредельной любви Божией к погибающему роду человеческому. О, сколько благодеяний подает нам Бог ежедневно в божественной литургии! А как христиане к ней относятся? Холодно, равнодушно, невнимательно. Какая безграничная любовь Бога к нам, грешным, ежедневно сказуется в божественной литургии. Какая близость Бога к нам! Вот, Он тут, на престоле! Приди и посмотри! Вкусите и видите! Какое чудное общение! Какое счастье и блаженство нашей природы в этом принятии Христа внутрь себя ощущение, обновление, мир, величие, свобода, слава, жизнь и бессмертие! О, бедные, бедные люди! Чего вы лишаете себя пустыми предлогами и что, если жить ежедневно в этих пописках? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...